Продолжение следует... Анны Иоанновны Романовны, племянница великого императора России Петра I. Петра I. Продолжение следует... Приказ Тайного Верховного Совета... На что летено? Приказ выполнять... Капитанский час... По улицам пробить запрещено! Чего вылупился? Занавеску закрой! Приказ Господи пошел... Горицы, наши долгорубники! Выполняй приказ! Попал их всех! Закрыть! Стой! Капитанский час! На улицах показываться запрещено! Ваши документы! Вперед! 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 Пошел! Пошел! Вперед! 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 Подружок! Вставай, девочка! Вставай руку, дай мне руку здесь, своя скрипка! Бежим! Бежим! Лав! Лав, соусерман! Лав! Лав, коусерман! Могали! Стой! За руку! Беги! Кусерману, беги! Стой! Раз, послетай! Остерман! Остерман! Бывайте, Кравос! А ну, все по кустам! Обжарьте кусты все! Там нет никого! Выпустите! Шкуру спущу! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Тихо-тихо! За травишками! За травишками! Погляди там! Послети сюда! Ну-ка, послети! Ну что, нет запалейницы! Никого! Все! Кому! Никого! Тихо! Мать! Тихо! А ну, проверить! Кожий дом! А ну! Там шарит все углы и закоулки! Проверить дома! Перекрыть дворы! А ну-ка, потряси трактер! Проверь дом! �! Эй! Выходи! Пуни! 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 Выходи! Вам не! Ничего, ты же у меня в тайной канцелярии, что скажешь? Что здесь происходит? Батюшки, горховники, в Галицию. Заговорщиков ищем, ваша светлость! Спрятали здесь, похоже, немцы. И откуда здесь немцы? Так заговорщики лопотали по-своему и кричали. Астерман? Астерман? Ты не ошибся? Херцогиня Курлянская, Анна Ивановна, находится в семи верстах от Москвы, в селе Всесвятском. Ее стережет сам всесильный князь Василий Лукич, толка руки. Он никого к ней не допускает. Любое общение с ее детьми или фрейлями происходит тоже только в его присутствии. Херцогиня находится в полной изоляции. И как она саму чувствует в полной изоляции. Прошу. Херцогиня пребывает в величайших, Андрей. Сам черт здесь бессилен. Андрей Иванович, голубчик, что делать-то? Будем оракул ты наш, а? Пить чай. В метаву, следом за мной, из Москвы, был послан тайный гонец. Кто? Некто Петр Сумароков. Отчаянный и ловкий поручик, лет двадцати. Кто послал? Генерал-прокурор Ягушинский. Расшалованный и арестованный не Ягушинский. А прокурор мне, ох, как нужен был. Через него я бы все шрекерство мог бы в руках держать. Значит, продал его этот ловкий и отчаянный рабская душонка. Нет. Петр храбрый и благородный. Его ранили. Эээс фабундет. Фабундет. Кто такой? Это Мадлен. А господа сенаторы, он хэршафтон сенаторы, а он переоделся. Он эээс ум глядет. А батюш Гнаусвайс, он самый честный. Мадлен, дочь Щербатого Густафа, нашего агента. Он самый лучший. Она все знает. Помогает ему. Направляется сейчас своей тетке Гретхен. В немецкой слободе она держит астерию, да? Угу. Девочка права. Сумароков действительно рисковал своей жизнью, но не выдал Ягушинского. Тому я свидетель. Он действовал по инструкции и доверился только самой императрице. И где же он находится, сей храбрец? Он сейчас, бегав, следы его потеряны. Зайруй. Кетчхен. Зайруй. Успокойся, лапочка. И где же наш герой? Где? Мы с батюшкой прятали его у себя на чердаке. Он очень торопился в Москву. И все. И все? И все. Ну, смелее. Ну, муд. Ковари, Вадлен. Батюшка попросил его передать письмо. Моей тетке достарею. А еще пирожок с запиской для монаха Романа. О, и больше человек с нами. Морфутчонок. Да. Приколуй девочку. Ступай ко мне. Считай, в твоем бабнем полку прибыл он. И что мы, русские, все друг против друга заговоры строим? Козни всякие. А заговорщики, брат, собираются у князя Черкасского. Проекты сочиняют. Своих людей засылают в казармы. Солдат смущают. Это же бунт. О, Русь. О, безумцы. Рабы. Против своей же свободы выступают. Но я их на веревке в рай потащу. Как баранов. А на заговорщиков и пытки, и казни у нас есть. Поехали. Поехали. Оценили мне этого героя. Ныне с нашими немецкими мордами делать нечего. Сейчас нужна русская рожа, хаброе сердце. И, к сожалению, послевшая у нас желание любить, драться за любовь и побеждать ради неё. Сам Бог помогает влюблённым. Ну, я готов. Решнем. Нет, 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 нельзя, девочка. Комендантский час. Поживи у нас. Ну, тогда передай, пожалуйста, Питеру. Как это у нас по-русски? Что не сможет чёрт. То сумеет. Баба. За дам. За баб. Как будто принесла нелёгкая. Андрей Иванович. Кончай инструировать. За дом следят и рыдут. Прячь гости. Поторопитесь за мной. Живо. Мадлен, будешь жить здесь? Хорошо. Корф, в конце огорода, калитка, на другую улицу. Разыщи, дружочек, Сумарокова и приведи сюда. Давай. Я буду ждать вас. Я разыщу их. Спасибо. Вот эту записочку передашь государыне тайно обещаю, чтобы никто не видел. И шепнёшь ей на ушко, чтобы ждала сестрицу Катерину с подруженьками в гости. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотри, смотри. Моя рубаха. Кафтан. Мадлен. Мадлен. Откуда? Мой патрон господин Львенвольда отрекомендовал ее императрице. Теперь она служит при дворе. Правда? Правда, правда. Уплошает ее слух скрипкой и выполняет некоторые наши поручения. Что ж ты раньше не сказал, немец? Я должен ее увидеть. Вот поэтому ты и должен немедленно отправляться к Астерману. Ну, понял? Понял. Вы уж, бабоньки, расстарайтесь. Расстарайтесь, Андрей Иванович. Теперь Россия на вас надежду имеет. Асташ, будешь же верховником Болтава. Яко шведам. Слово тебе даем, Астерман. Наши бабьи слово. Виват. 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 Виват! Капитан Эвуш, положить! Полковник Цалдыко, капитэн Лайфгвардии Преображенского палка. Караулу готов. Радость-то какая! Ой, стружки! Стой, баба, ты! Катюша! Матушка у нас захворала! Насилу пропустила! Государыня императрица! Сейчас лекаря позову, голубушка! Вот так! Здравствуйте, девы! Матушка! Государыня, заступись! За прокурора, за нашего, за Непушинского! Не ко времени! Боюсь! Матушка! Вот там и разберемся! Ваше Высочество! Князь Василий Лукич, кавалер-то знатный! Но годы дам уж развлечь ему нет сил! На-на-на, ты не служи их, матушка! На-на-на, ты не служи их, матушка! На-на-на, мы от московского общества поручения имеем! И дары! Ох, хороши подарки, матушка, хороши! Вечерком разглядывать будешь, матушка, вечерком посмотришь! Не могу я с Вами, девы, приятное время провести! А что там? Вот, с дороги ничего-то не можется! Простыла, матушка, в дороге-то! А Ванька, Ванька-то на что, матушка государыня? Попарим, попарим, матушка! Венечки-то березовые, дубовые! Все куда, Екатерина? Забыла, забыла! Небось, в Курлянде-то своей про Ваньку! Да что это? Простыла! 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 Мама! Я распылинусь! Василий Лукич, гад! Эй, Веникан, натаскаем бочку воды! Парку тебя не пускаем! Весь все с нами, боже, художество! Паркуй, брайка! Веселись! И как же ты проживаешь под таким надзором-то, а? Скажи, ловишь к вам. Стрекозом, все бархать, да пересмешките. Да ладно, уж не в России лукич. А нам Россией управлять надо, верно? Ну, зачем ты людей-то выгнала? Ну, родные ведь. Убарился ребенок-то, ну, ткали ему холодненькую доголовку. Ох, от этого Карлушки, от его инструмента много перрончиков пойдет. На, Карлуша, яблочко, кушай еблочко. А, Петруша, ходи быстрей, жар вы опустишь. Ой, бабоньки суворогов явился. Что это похолодало? Дровишек-то подкинь. А ну-ка, красавец, подай-ка парку. Да ядрененького давай. Ух, обожжет. Раскани, раскани. Да я, красавица наша. Она и трепет мой, и покой, Лишь она нас дарит и огнем, и тоской. Любовь идет ко мне легка Как боюсь я ее Но как ее жду Вот тенью лаком узнаю Она Любовь тихонько ступит на порог Пойдет в мое жилье Я люблю тебя Я люблю тебя Я очень тебя люблю От веселой погодки ее Беспечно, бесстрашно Любовь Все, хватит болтать Марфа Ивановна, давай записку А то не ровен час, кто войдет Ну, Андрей Иванович, как обещали, так и выполняем Не смей читать Запрячь карманчик-то Мадлин, угости-ка нашего героя Бургундский Пусть чай выпьет за свою императрицу А это вот бокал Выпьем Ну что? За тебя, матушка-государыня С легким паром бабой С легким паром девой Попарились Ох, попарились, матушка А мне не дали попариться Что такое? Что случилось? Со мной, братцы! Матушка наша! Императрица! Императрица! Государиня! Выйди на крыльцо! Ребята! Что за крики? Гвардейцы шумят Пошли! Ох, и голосищу этого капитана Нейбуша Записка, записка Гладко луженая Благодетельница вылазливая Матушка! Записка в том кармане Не понимаю Луженечка-то как хороша В том кармане Что еще? Писок! Что? Кармачек и записка Ну быстрей! Катуша! Серегка, сладкая! Кармачка, ты хочешь писок? Да А скажи, Семяшка, ты хочешь писок? Я? Чего? Писок! Кармачка, там каршочек по кровати Помоги Чтоб не обнудобность Довольно тебе, пленница, быть! Выйди! Выдеть нам на скрипцов! Объявите себя Возьми варенье Полковником Кто прячет тебя, матушка? Салтыков подполковник Поддержка гвардии Поддержка гвардии А ну! Ребята! Пошли! Пошли, черты! Запомните этот! Скотина! Не боже! Братцы! Вот она, матушка наша! Я не могу Не пугайся, матушка Я боюсь Я боюсь Садитесь, матушка Садитесь, я с вами Мне страшно Вы, директор! Вы, братцы! Позовьем матушку! Матушка! Что за шум? Там солдаков, солдаты! Развали! Сторонись! Кто велел? Ваша святость Гвардия Желает видеть свою Императрицу А императрица не желает Видеть гвардию Ваша величество Вспомни, дядя Нашего Решайся, матушка Ну! Эй, медик На мороз Выходи Не бери Вот так Подкрепись Не желает императрица Видеть свою гвардию Так и скажи Что вы, Василий Лукич Мы, императрица Желаем видеть нашу гвардию Матушка, матушка Желаем Разойдись! Старо Стоится! Высто! Братцы! Встречай! Матушку, императрицу нашу! Брашки, давайте, сбите! Не на ухо несите прословишко Матушка, торопись Другого такого случая не будет Матушка, за государы не нашим Вражку, солдаты Живо! Виво! Виво! Матушка! Подопталась на крылечке И будет Пошли обратно Это весьма опасно Для всех нас А для престола особенно Слово, Павли! Матушка! Матушка! Умоляю Вернись во дворец Прошу Квардейцы! Что же вы так тихо кричите? Государня вас И не услышит Слово, матушка! Слово! Родненькие Родненькие мои Не знаю, что я ответить На любовь вашу Любезные молодцы Герои Гвардии Виват! 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 Балвись, матушка! Балвись! 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 Что скажет Верховный Совет? Отвали отсюда! Балвись! Балвись! Виват! Гидай! Дай! Держи! Ты! Подойди! Кто? Ну, быстрей сюда! Ага! Подкинь! Кидай выше! Кидай! Пива! Пива! Впрацей! Впрацей! Столеткий глаз и твердая рука! Могут быть только у гвардейца! Попросим же матушку нашу принять во свое начало наш преображенский полк на колени! Матушка! Матушка! Прими треуголку и плащ! Императрица наша! Пива! Пива, братцы! Пива! Пива, матушке-пецедарине! Полковница наша! Пива! 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 Словной и верной гвардии моей! Объявляю себя полковником! Пива! 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 Поднеси государине! Пива! 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 Матушка! Что делать? Императрица! Морчок! Полковник Салтыков! Жалую тебя генералом! Ты заслужил это! Матушка! Что делать? Что делать? Что делать? О! Ливан! Вы крепкие с этой пары! Ливан! Ливан! Любимый! На любовь! Не отечество! Ливан! Ливан! Гурлянди! Метал! Назад! Будешь вместе со своим бираном лошадей пасти! Да дерьмо! Из конюшки убирать! До поворона будешь палить из окна! Ты, матушка моя, слово свое императорское нарушила дерзко! Отвечай, кто тебя надоумил? Помилуй, батюшка, никто меня не научал! Ну, вот никто меня не научал! Ну, так уж прямо вот как-то получилось! Получилось! Ты что даже не соображаешь, что ты навотворяла? А что я такого навотворяла? Что она навотворяла? Что я звание полковника преображенцев на себя возложила? Так у вас в пунктах записано, что вот на кого-нибудь, вот на кого-нибудь нельзя! А я на себя! Это еще от дяденьки моего, от императора Петра Алексеевича заведено! Дяденька твой был! Петр Великой! А ты? Слышал? По кондициям я лично должен командовать преображенским полком! Я! Ведь маршал Долгорукий! А ты? Ты все нарушила! Ну, что уж я такого, батюшка, нарушила? Я скажу, что ты нарушила! Я скажу, что нарушила! Четвертый пункт кондиции приступила! Четвертый запамятовала! 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 Я тебе напомню! Я напомню! Она запамятовала! Я напомню тебе! Знатные чины, высший полковничего ранга не жаловать! А ты? Ты! Роствичка своего! Петраста с Залтыковым генерала произвела! Тьфу! Успокойтесь, господа! Прошу вас, успокойтесь! Я думаю, Сейказов случился не по злому у нас! Не по злому! Не по злому! Ей-богу! Вот-вот! Ей-богу! Не по злому! А если тебя действительно кто-то по глупости по своей надоумил, то ты тому передай, что вся наша сила в моих украинских полках! Украинских! Многие из коих уже в Москве! Тридцать тысяч верных солдат регулярной армии! Тридцать! Тридцать! Понятно? Тридцать! 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 И казаки, матушка! Что? Как много? Да! Много! Все будет по вашему! Все будет по вашему! Я слово даю! Вот вам слово даю царское! Все, как вы хотите, все будет, все будет. Вот я, вот, все. Ну смотри, Ивановна, если не сдержишь слово свое царское, мы тебя отвезем в село Софьино. Здесь недалеко, там тетка твоя, царица Софья, в заточении пребывала за бунтарство и заговор со стрельцами. Альса была, как Петр Алексеевич, дяденька твой, стрельца головы рубил, водочки откушав. Отпустите меня, господа верховники, в метабу, домой. Я не хочу здесь, я не хочу, я хочу домой. Отпустите меня, ради бога, ради бога, умоляю. Я хочу домой, я хочу домой, отпустите. Я не хочу здесь, я не хочу, ничего мне, мне ничего не надо, отпустите. Отпустите меня, ради бога, отпустите меня, ради бога. Отмечаю, господа, никого больше к ней не допущи. Василий Лукив, здесь регламент въезда Анны в Пасху. Хорошо. Ознакомый, Петр Алексеевич. Я ее ознакомлю. Папа, я помогаю палачку. Карлошенька, солнышко мое, как я рада тебя видеть. Сейчас, сейчас, покормим, покормим собачку, сейчас. Когда я погони собачку? Обязательно. Сол, ты мой, сейчас покормим. Вкусно, вкусно. Покормим. Интересно, чем питается ваша собачка. Дай посмотрите. А может, мне там? Ступай спать. Иди, иди, солнышко, иди. Что-то я не слышу злона у нее в брюхе. Ну да и я, милая, не просто. Я держу ее крепко. А теперь я ее возьму. Дай-ка, дай-ка. Нет, не дам, не дам. Нет, тоже дай-ка мне ее. Не плачь, не плачь, не плачь, мальчик, я знаю, что у тебя много таких собачек. Я видел. Да, не плачь, не плачь. Интересно, давай посмотрим, чем же она питается, твоя собачка. Записочками питается. А кто тебе дал эту записочку? Кайна Роза Данхен. Ага, ага, ничего, ничего, ничего. Сейчас мы возьмем другую собачку и накормим ее. Да, ага. Сейчас Танта Архен напишет нам другую записочку и дать им все шьет тому, кто тебе эту собачку дал. И будешь молчать. Маленький гаденыш, я тебя съеду. Ты меня слышала? Ивановна, сейчас возьмешь пирогу-магу и будешь писать про мою диктовку. Бежи! Сил у меня более нет. Сил у меня более нет. И потому скорее нам надо на попятный пойти, ибо в случае провала я за себя не смогу поручиться. Анна, сил у нее нет. Она попятный собралась. Я полагаю, это конец. Обстоятельства складываются так, что ваш рост уменьшится скоро ровно на голову. Типун тебе на язык. Вы под подозрением, дорогой вице-канцлер. Подойди ко мне, граф. Ближе, ближе. Говоришь. Я скоро на целую голову стану короче. И закрывай, халяш. Андрей Иванович. И за что я тебе деньги плачу? Прекрати истерику, граф. Игра только начинается. Клин, не хочешь, чтобы все узнали, как ты медагу конца посылал? Как шпионишь и доносишь мне? Продолжай вносить смуту. Смуту в казармах. Вольно же. Подбивай князей собирать подписи. Много, много подписей. И пускай свои прожекты несут государыни лично в ее белые ручки и с низким поклоном. Кусия невозможна. Преображенцами она взята была в кольцо армейского круга. Женя, Василий Лукич сторожит ее, словно пес. Никого в ней не пускает. Ее воля окончательно сломлена. Собери его, а то придушу. Напомнись, что я всем с ума сошел. Не трогай меня. Эх, вы, господа мужчины, в том-то ваша и беда, что вы бабу не понимаете. Баба, ведь она другим местом думает. Я, может, и так, только я не пойму, как то самое место Россию от верховников спасет. А вот так и спасет. Берона сюда зовите. Берон должен быть здесь. Готов послужить России государыне? Я за нее жизнью рисковал. Вот и будешь скакать день и ночь. Без отдыха и сна. Остановишься у Щербатого Густава. Знаешь такого? Батюшку прекрасный Мадлен. Он тебя будет ждать. От него и получишь дальнейшие указания. Поедешь под другим именем. Здесь три паспорта. Держи. Сделаешь дело. Получишь повышение, деньги, будешь жить. Не таясь. Как герой. Эй, служивый! Поднимай шлагбаум! Держи. Что-то лицо мне твое шибко знакомо. А может, где и встречались. Земля-то она круглая. Отдай бумагу-то. Я когда мне тороплюсь. Держи. На здоровье. Пошел, пошел! Пошел! Вперед! Пошел! Что, Мадлен? Мадлен живет при дворе. Играет на скрипке, поет. Ублажает слух самой государине. Ох, дети мои, вы замешаны в большой игре. Это послание от самого Остермана. Сидеть. Тихо. Жди меня здесь. Все это убрать. Быстро. Я вам повезу! О, давно ждем вас, господа. Не беспокойтесь, Мадлен. Хозяин постоял во двора, наш агент. Барона Старман прислал из Москвы, сопровождающего с документами. Для вас. Господин Ливенвольде, я буду показывать вам кратчайший дорога. Это делать небольшой крючок в обход страницы. Я замерз. Пересядьте в мою карету. Мой господин, я пришлю вам горячее вино. Я-я, горячий дрог. И закройте шторки. Вас никто не должен видеть. Никто. Питер. Пароль. Око дракона. Ответ. Око дракона сокрыто. Браво. Астерману не откажешь в остроумии. Стало быть, здоровье его поправляется. Простите, с кем имею честь? Курлянский генерал, граф Карл Густав Ливенвольде. При дворе служит мой брат-близнец, камергер граф Карл Рейнгольд Ливенвольде. Он и сообщил нам о вашем прибытии. А кто тот господин, который только что сел в нашу карету в черной накидке и в черной шляпе? Здесь вопросы задаю я. Под видом курлянского офицера вы должны сопровождать нашу телегацию в Москве. Припроводить к сестре государине Екатерине Иоанновне Мекленбургской. Ну, у меня русский паспорт. Ну, что? Русише паспорт. Он не стоит ни гроша. Густав! Что происходит? Ты обязан выполнять приказы Ливенвольде. Переодевайся. Быстро, быстро. Шнель! Возьми. Отдать. Согрейте вино. Береги себя, мой мальчик. Тебя ждет очень опасное путешествие. Тебя могут убить. А я еще хочу покачать на руках своих внуков. Пожалуйста. Поцелуй за меня. Матлея. Обещаю. Слово русского офицера. Владей, матушка, и правь. Ванька! Че? Цыщи ко мне Юсупова, да пошустрее сделала дрянь. Ага. Наташа, мне нужно Юсупову найти срочно. отчего я не вижу моих преображенцев. Охранять теперь тебя будут, матушка государыня. мои казаки. Кои прибыли с Украины, по моему приказу. Ну что ж, господа Верховный Совет, воля ваша. Казаки народ надежный. Они молодцы, матушка, охранять тебя будут верно. Аж тридцать тысяч, молодцов. Красавцев. Поверь, Юсупов, не время спорить по пустякам. Да ладно, князь, говори сразу, зачем спал? Берон едет в Москву. Да не может быть! Шуму не поднимать. Понятно. Мы русские между собой договоримся. А сейчас... А сейчас изловить изверга. И день, день, день. А знаешь, что я, Лагин? Англ, вспомни-ка. Суворокова, Петра. Не помню. Но того поручика, что перед нашей депутацией в металл проскочил. Да не помню я. Тут меня еще зато по морде схлопотал. Скотина! Что же вы мне раньше не сказали? Вспомню. Вспомню. Это же он. Он? Он. Вот это твой он. Да, да, да. Морда слышит. Что ты молчал, а? Да я не знаю, что молчал. Яйца, кайца! Ну, где начальник параллера? Курьянцы, А ну-ка, тащи их сюда для проверки документов. Стой. Карету хорошенько. Обыщи. Понял. Есть. И багаж. Давай. Ваши документы. Проходите. А ну-ка, кто тут у нас под сиденьем? Фу. Коршок. Потому что никого нет. Пусто. Подобраться ко мне. Живо. Кали багаж. Кали. Засквозь давай. Глубже. Глубже, кали. Засквозь. Засквозь. Нет. А под кредой? Ничего. Три пьем. Одно. Ты посурала. Странно. Ну, ладно. Никого. Кто вы? Без какой целью в Москву пожаловали? Урлеанские аристократы, то есть Тландрафор. Люсупа. Сумароков. Гони! Эй, кто там? Солдаты! Выливай дверь! Пошли! 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 Мельчие угонят! Стоять! Стоять! Держи! Лошадяк! Держите! Я представитель курлянских квадратов! Откройте! Откройте! Крешайся! Дорогу! Пошел! Все за мной! Все держать! Никуда! Да потали возьмем! Ужас! Смолк! 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 Шт πο zucchens! Встречи! Смолк! Субтитры делал DimaTorzok Карету держите! А-а-а! О, ёпочки! Пошли! Пошли! Пошла! Стой, собака! Убью! – Пошла! – Стоять! Эй, эй! Вперед! Выберёте отрать! Стоять! Эй, эй, эй. У-па! Собака! Можно начинать! Стоять! Наконец-то! Господин Милольд, гость из Митавы прибыл! Марпа Ивановна, я выполнил все ваши поручения. Живо, живо! Стоять! Боже, можно так, лучше слуги! Стоять! Быстро, быстро, шнель, шнель! Замагай! Дубина! Работай! Работай, Арбайд! Балдец, балдец! Швайн! Смотри, он жив! Слава Богу! О, мой Бог! О, как же вы? О, мы с вами! Кто это? Господин, которого ты должен охранять! Ага! От его жизни ныне зависит судьба России! О, мой Бог! О, мой Бог! Руку! О, руку дать! Смотрите! Мои, это злоденю с супом! О, Боже, задержите его кости! Содержите! Быстро, быстрёй! Он увидел вас. Прячьтесь за саморезкой. Прошу вас. Ой, Господи. Заговоры. Переводите гостя в другую карету. Ну как? Можем. Ну идите ко мне, друг мой. Оторопитесь. Что опять? Куда? Оторожьи вам ногам. Не обеспокойтесь. Садитесь в мою карету. Да, хорошо. Сейчас вас отвезут сюда. Куда? В надюшное место. Гость случайный или знал. Придут желанный. Никого вам не узнать. В карнавальнику семейки. Придут! Придут желанный, что живите в барабан. Слышит в лодке шала. Легкий месяц летом. Гони! Поверьте жала. Держит с собой без слых стилета. Плачет горбой, смеется, плейта. У меня приказ. Задержите карету. Мальчик, мил, страшна огласка. Кто под клашом, а том не злупка. Тысячи встреч, одна разлупка. Задержать! Хороший мужик, Гришка Юсупов. Но сегодня не его день. Плачет горбой, смеется, плейта. Это объятие жарче лета. Мальчик, мил, страшна огласка. Кто под клашом, а том не злупка. Тысячи встреч, одна разлупка. Ступай, сопровождая карету Залтыковой. Так, срочно отвези этого господина в астырию, а я вас там буду встречать. Давай. Танцуем! Танцуем, господа! Музыка! Гони, голубчик, в Лефортово, в астырию, в кабачок. Греткий? Да, да, быстрее, быстрее, посмешай. Грай, они и льсущий ад. Разгадать нам не дано ни за что. Вперед! Пусть начали льем огне. Быстрее! Так, чего же больше не льси, или мрака. А что за мечей нам боже, Вправду узнать, чего в ней больше. Ложе любви и смерти ложе. Нам сулит ее развязка. Кто под глащом, а том ни звука. Тысяча встреч, одна разлука. Это не страх, не страсть, не лука. Маска. Причатый, господи, берегу. Причатый, господи, берегу. Бой, все в сборе. Хорошо, раз. Хорошо, берегу. Хорошо. Суброгов, проводи. Слава Богу. Кость прибыл благополучно. Будьте. Какая удача, господи. Если все. Подожди! Кость! Будьте справиться. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Ну, что делать-то? Действуем по плану Остермана. Итак. Вот и настал твой судьбоносный час, Ивановна. Последняя партия началась. Итак, мы, верные люди, делаем первый ход к коню. Держись крепче в сетле, полковница, чтоб корона с головы не упала. Ну, а гедульт просто. Марфа Ивановна, подарочек от Остермана. А что Остерманиха? Где она сама? Василий Лукич отказал ей в аудиенции. Марфа Ивановна мне ключик в ладошку от часов сунула. Казаки, строй! По казармам! По казармам! Господи, спаси. По казармам! Что это, казаки-то сегодня разорались? Это за чем? Это телятинка. Телятинка? На лицо накладывается. На лицо. Мужчина любит... Свежее лицо и стройную фигуру. Весовка! Остальней! Ха-ха-ха-ха-ха! Ты что? Что? А что? Тихо так, без стука. А я думал, ты с телятинкой на ланитах. Что случилось? Устала я и страдалась за перти-то. О чем печалишься? О России нашей, матушке. Судьбы у нас не схожие. А это очень хорошо. Вот завтра всем это и объявишь. Прилюдно. Объявлю. Стало быть, завтра все и подпишешь. Ваше величество. Все сделаю. Все. При полном сборе. Но, слава богу, завтра в России новая жизнь пойдет. Так? Все будет по-другому. Слово даю. Царское. Привезли гостя. Привезли, привезли. Пора. Ай, молодцы. Отец Роман, поторопиться бы. А вдруг казаки обман обнаружат? И вернутся. Что делать с гостем будем? Голову оторвут. Беда. Дано, не каркай. Все идет по плану. Ключи давай. Смотри, не перепутай. Вот этот ключ. Это почевальник государынь. На всей связке и пришибить кого можешь. Понял. Понял. Что делать с гостем? Вот и все! Вблагородность! Вот тебе за все! За пером! Руку давай! Штавер! Штавер! Я ожидал Юсупов! А ну, отступь, мишка, я был ток! Повзялся, дорогой! А ну, прось! Супер! Куда я? Иди сюда! Вызади! И чесу тебя! Воспит! Лежа! Алиса, и нон, господорцы, прекрасно! О, 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 о. Не спится в одиночестве, матушка, так я у ног твоих словно раб вечный. Волнуюсь, голубчик, день завтра тяжкий, молюсь Богу о помощи, ступай. Ну, храни тебя Господь. О, 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 о. О, казаки. Шагом, шагом. Эй, голубчик, куда? По приказу, во светлость. Это по какому? Прилятом. Ну, стой, а как же охрана? Не верен отвечать. Попался! Ёшкин го! Сучка! Ну, шаблога отпусти его! Ступай! Убей его! Иди за ними! Не будут починяться, убей! Ну что, извини, благородный спаситель. Все по-честному? По-честному, по-честному. За благородного нынче надо платить. Я же долгу не останусь. Убежим. Ступай. Я останусь! Стой, вода! Да жду я тебя, жду! Стоять! Сто морока! Поделись! Маршал! Приказ его арестовать! У меня один приказ! Фельдмаршала Голицына! Разойтись по казармам! Стоять! Не твой день сегодня, Юсупер! Ответите перед верховным советом! У меня приказ! У меня приказ! Стой! Стоять, сумароков! Не пройдешь! Не бери грех на душу! Отдай мне Беррона! О душе вспомнил! Да! Я солдат! И я выполняю приказ! Ну пойми ты! Мирон потащит за собой немцев! Русские для них штук! Пыдло, шумасы! Ты пойми! Я присягу давал! Царю и Отечеству! Ты уйдешь! Это я? Да, это я! Да, дайте сигнал вашей нато готовности ярким светом в вашем окне! Ну, скоро! Все! Дальше нельзя! Женская половина! Ярким светом! Погаси факел и оставь дверь открытой! Казаки! Становись! Кругом стоять! Объясни, что происходит? Приказ мельмаршала Голицына немедленно разойтись по казармам! Какой приказ? Второе направо! Марш! Вы не смеете оставить дворец без охраны! Стоять! Имем закона! Мой закон приказ мельмаршала Голицына! Покажи! Сядь! Ну уж извините ваше сиятельство! Вперед! Вперед! Стоять! Куда? Артон, не знаешь! Вперед! Мне жаль тебя! И мне жаль тебя! Убью! Посмотрим! Ну посмотри! 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 Ты спас мне жизнь! Но я выполняю свой долг! Я тоже выполняю свой долг! Не знаешь! Не знаешь, что мне делать! Дурак! Я ж для тебя же стараюсь! Для твоих же детей, внуков и прамуков! А я для государы и отечества! Понял? Ну и дура! Юсупа! Ты! Ага! Это! Юсупа! Ты мне дурак! Сам дьяволу помогает! Давай! Вам следует войти в эту дверь! Поторопитесь! Ваша аудиенция, десять минут! Мы будем ждать вас здесь! Ирон во дворце! Что монастыря боишься? Смерти! Поговорил бы кто со мной! Да некому! Сама собой что ли? Взбил, сколотил, вот колесо! Сел да поехал! Как хорошо! Оглянулся назад! Одни спицы лежат! Собака выет! Лягушка кричит! Емщиком свистит! Можно свистеть! Хорошая! Ох! Лап! Лапушка моя! Этот! Ох! Анген! Анген! Ну это я! Ну успокойся! Бегу иди их майны либы! Анген! Уничтожить кондиции! Держите Салтыкова! Уничтожить кондиции! Уничтожить кондиции! Уничтожить кондиции! Уничтожить кондиции! Уничтожить кондиции! Уничтожить кондиции! Держи, простая баба! Держайся! Или венец над твоей головой! Или моя голова в ползоборной площади покатится! Юсуф! А? Что происходит? Дорогой мой! Я сделаю все для тебя! Мне ничего не страшно! Даже, если мне придется умереть! Я все сделаю! Я все сделала! Слово, нечистая сила по дворцу бродит. До полнолунии ведьмы шарамона водят. Все рожа у нас сквозь. Это бурет. Откуда это взяться-то? А завтра это и рожа Россию представлять. Генерал, ну почему французскому королю перед коронацией из грудного молока и от трубей маску на ланита накладывают, а тут во Франции один король умер, нас драствует другой король. Горю пахнет бумаги шкла. Под кроватью, под кроватью посмотри, где они фаворитов прячут. За портьеру, за портьеру загляни. Нет. Что оно? Спит. Одна? Пока места дна. Было бы тут первым, я бы ему яйца быстро отрезал. Кто бы мог подумать, что мы этого конюха в Кремле, да в царской опочивальне искать будем. Забирай. Охраны-то нет. Вот и все. Птичка в клетке. А куда же он подевался-то? Бюро проклятое, я же его своими глазами видел, как сквозь землю провалился. Срочно забирай верховников всех, в Кремль, в кабинет. Скажешь им дело нашего опасности. Ну, с Богом. Ступай. С Богом. На мою дочку. Выдал все. Мука какая, какая мука! Неужели, неужели среди моих подданок никого не найдется, кто безбавил меня от такого унижения? Остерман. Только он, милая. Только его изощренный ум. Подождите же у меня. Подождите же у меня, господа верховники. Подождите у меня, господа сенаторы. Ужой я вас. Слава тебе, Господи, матушка решилась! Решилась, матушка! Ты скачи в казармы. Пускай Салтыков собирает гвардейцев. А я Костерману, Черкасскому, позову сюда всех. Слушаюсь! Господин Вицыкас! Устерман! Э! Батюшки! Ну, что там? Что туда меня решила? Решилась, матушка. Марфутчонок, твой час настал. Поднимай свой бабий полк и вперед. Эй, шнусы! То, что Анна боялась сделать для России, она сделает для своего любовника. Иначе потеряет и то, и другое. Ваше Величество, к вам спешит господин Левенвольд со свитой. Кошель, Величество. Входи, граф. Бирон! Во дворце! Дождались! Дождались! Это все ты, Васька, все ты твоим попущением станешь! Встань, Алексей! Встань! Мы тебя приставили завтовое присматривать, а ты дипломатию разводить будет тебе дипломатия, когда все твои косточки на колесе... Встань, Мишка! Не бой! Хорошка! Ты не баба! Аклонись ты! А вот ты мне лучше скажи, зачем это твой братец дворец без охраны оставил? Как что? Мишка? Мишка, Мишка! А где ж казаки-то? По его приказу казаки разошлись по казармам? Твой, Мишка, что, на головушку слабый? Что? То-то я вижу дворец-то без охраны! Кто распорядился снять охрану? Кто? Кто посмел? Ты? Ты, Мишка, посмел? По твоему приказу! Кто сказал? Я сказал! Я! Я никакого приказа не отдавал! Нет! Всякого! В чем волнение, господа? Армия-то с нами! Анна Ивановна у меня под замком! Никакой берон к ней не проникнет! Вот сейчас Ванька отведет государину в зал! Она при народе огласит все пункты! И при всех подтвердит свое согласие! Время! Ваше величество! С Богом! Матушка государственная! С Богом, господа! Постойте! Господин Левенвольде велено нам до рассвета незаметно доставит господина Берона! В немецкую свободу! В истерею! Откуда мы его и привезли! Сие не понадобится! Вы честно выполнили свой толк перед государами! Держи, монах, за отвагу! А тебе за любовь! Красавица! Ну, полагай нам Бог! Что такое? Что происходит, господа? Какой резон привел вас сюда? Мы требуем немедленного доклада, государыня! Подайте ваше прошение! Нет! Я передам мое величеству на воздрение! Василий Лукич, позволь пройти государыне! Не дозволю! Что значит? Как это не дозволю? Я должен охранять сон и покой ее величества! Господь с тобой, Василий Лукич! А, не кстати! Я уже давно здравствую! С Богом, бабоньки! Анна! Анна! Чем пожаловали мои верноподанные? Мне оказана честь, Ваше Величество! Передать вам мнение большинства! В парламент должны войти представители всех сословий! Ты что? Остановись, князь! Кто тебе право дал свои законы устанавливать? Мы же обещали! Только раз повторяй! Не смеет безродный раб заодно царями править! Так будет со всеми! Вот что они с нами делают, господа! Пора прекращать этот балаган! Ваше Величество! Дмитрий, пора! Огласите, что государственные бумаги, от коих зависит судьба Отечества, то есть кондиции, ты подписала в Митаве по своей воле и согласию! Огласи! Остановитесь! Что вы делаете? А ну-ка! Батушка! Государыня! Молковница наша! Капитан Рейбуш! Как смел ты врываться в зал без отзволения? Именем закона ты арестован! А ты что молчишь, государыня? Аль сговорилась с кем? Смотри! Солдыков! Государыня! Государыня! Романдуй! 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 Буду для тебя, самодержавнейшей императрицей! Как были твои великие предки! Хивач! Кива! Матушка! Прикажи всех врагов твоих! Голицыных, долгоруких! На куски разорвьём! В окна побыкидываю! Убрать ружья! Что происходит? Убрать ружья! Что из мира, Михаил? Это же пьяная толпа стада растопчут, убьют. И вот, матушке нашей, государыне императрице, мы защитим тебя, матушка! Матушка, государы, кондиции, присланные тебе в метабу, Верховным Советом уничтожить! Уничтожить! Матушка! Ибо составлены они кучкой олигархов! Без ведома, без участия и без согласия народа российского! Отмени, матушка, уничтожь кондиции! А то мы все и пришли к тебе! Ибо! 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 Головкин! Головкин, матушка! Головкин! Тащи-ка мне эти кондиции, быстро! Как скажешь, матушка! А ну-ка, пропусти! Пропусти, я сказал! Пару! Головкин! 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 А ну-ка! Головкин! чтобы я приняла то, что теперь предлагает мне мой народ. Стать верховнейшей императрицей без всяких ограничений. Точно так же, как до этого были мои предки, великие предки. Согласны? Согласны! Пусть только не согласятся! Согласны! Да! Помогаешь? Вот тогда невократия, дождались? Все прошения на штык, дали бумажки! Я всегда говорил, власть надо брать штыком, а не бумажкой. Просрали власть-то. Отдай! А теперь этой бумажкой только подтереться можно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, не забуду никого. Никого не забуду. Ну, тогда вот эти бумаги лишние. Это... Конечно. И святаго духа, аминь. Зачем ты спас мне жизнь? Я вспомнил прошение. И пошли мне, Господь, непозорные кончины христианского живота моего. Непозорные кончины. Гибель достойного генерала от руки разбойника. Лучше погибнуть от руки разбойника. Чем испытать стыд и позор предательства. Нас прятали. Бедная Россия. Бедный народ. Генерал Юсупов, герой Азовских походов и Северной войны, заболеет от горя и вскоре умрет. Князь Алексей Долгорукий будет сослан вслед за Меньшиковым в Сибирь, в крепость Березов, где и скончается. Князь Василий Лукич Долгорукий будет жестоко казнен. Берон отомстит за свое унижение. Но самая лютая смерть настигнет князя Ивана Долгорукого. С молитвой он взойдет на лобное место. Палач вырежет ему язык, а затем четвертует. Князь Дмитрий Голицын будет приговорен к смертной казни и вскоре умрет в Шлиссельбургской крепости при странных и непонятных обстоятельствах. Мама, иди ко мне, родной мой. Иди. Принимай Россию, Берон. Я тебе ее дарю. Она твоя. Иностранные послы напишут, русские так и не смогли договориться и упустили случай освободиться от рабства. Так началось страшное вестилетие, прозванное в народе Бероновщиной. Вице-канцлер барон Остерман сдержит свое слово. Петр Самароков получит награды и деревеньку в придачу, куда он сразу же и отправится с Матлен. Батюшка Густав просил меня поцеловать свою дочь. Батюшка Густав просил меня поцеловать свою дочь. Лично незримо, как лист в апреле. Отныне все мимо, в чаду, во сне ли? Лишь Богом хранимо семьей недели. Любовь одна и трепетной, и покой. Лишь она нас дарит и огнем, и тоской. Любовь идет ко мне легко на ходу, Как боюсь я ее, но как ее жду. Под тенью одна узнаю она. Любовь тихонько ступит на порог, Пойдет в мое жилье. Счастливый ветер лег у ног от веселой походки ее. Беспечна, бесстрашна любовь. В начале ей важно, ей сладко летать ночами, Но станет и грозной сверкнет очами. И ты поймешь, что это путь и судьба, Без нее без любви жизнь темна и слепа. И там, где нет земных невзгод или бед, Где ни слез и ни зла, Где спят вечный свет, Мы вместе, опять нас любовь спасла.